Всем привет! С вами Жанна, вы на моём книжном канале «Жанна о книгах». И сегодня у меня будет такой необычный формат. Сегодня не будет книжных покупок, сегодня не будет обзора на прочитанные книги. Сегодня я вам хочу рассказать о пяти надкушенных книгах. Я думаю, не только у меня бывает такое, что мне не хочется читать только одну книгу, и мой выбор падает сразу на несколько книг, так как все это книги новые, и хочется быстрее с ними познакомиться. Так произошло и в этом месяце. У меня сегодня будет обзор на пять надкушенных книг. Первая надкушенная книга — это «Книжная дама из Беспокойного ручья», автор Ким Мишель Ричардса. Мне некоторые девочки советовали этот роман, и я начала его читать. Прочитала я совсем немного. Книга идёт очень легко, повествование очень лёгкое, простое. Шрифт крупный. Я сейчас скажу, я прочитала семь глав. Вот я дошла до восьмой главы. Вот такой вот шрифт, белая бумага, брала она в Альберис. Хочу сказать, что идёт довольно легко и довольно интересный сюжет. Речь идёт о девушке Кьюси, которая работала, так скажем, библиотекарем. Она ездила на муле и развозила книги к читателям. Её отец хотел побыстрее выдать её замуж, но она этого не желала, так как она очень любила свою работу, она не хотела терять своих клиентов. Всё бы ничего, но самое интересное то, что у неё синяя кожа, и её многие называют васильком. Я прочитала в интернете, что такие люди действительно существовали именно в штате Коннектикут, и повествование идёт именно в этом штате. Это генетическое заболевание, связанное либо с недостатком гемоглобина, либо, наоборот, с её переизбытком. В общем, книга очень интересная. Я уже дошла до того момента, как её отец первый раз выдал её замуж, и как её муж скончался при первой брачной ночи. В общем, продолжаю читать. Думаю, будет дальше сюжет развиваться интересно. Вторая моя любимка — это граф Аверин, колдун Российской империи. Я, к сожалению, её уже прочитала до конца, поэтому эта книга уже не надкушенная. Но я не буду вам раскрывать всего сюжета. Скажу, что эта книга мне очень понравилась, очень лёгкий сюжет, очень интересный. Речь идёт о графе Аверине, который являлся колдуном. Ну, как бы что-то и так понятно. Эта книга мне очень полюбилась, я с нетерпением жду второй части. Она уже вышла, почитая о городе, но, к сожалению, на Валберес её ещё нет. Как только появится, обязательно её закажу. Итак, граф Аверин здесь расследует убийство одного мальчика. Он приходит к нему домой, и с помощью маленького дива, который он может вызывать, он проникает к нему в его, так скажем, лабораторию, где он, оказывается, делал из животных чучела. Далее он сотрудничает с полицейским, с полицейским участком, и ему говорят, что в их городе появилось некое чудовище. Большая кошка, рысь, либо что-то такое непонятное. И он начинает расследовать это дело. Параллельно у него там ещё одно дело. И в этом ему помогают некие дивы. Это мистические существа из потустороннего мира. Далее он знакомится с одним классным героем, которого он назвал Кузьма. Это котик. Это тоже див. И их сотрудничество будет очень интересное. Я не буду вам рассказывать, так как это блог, так как это видео только о надкушенных книгах. Поэтому я вам советую прочитать эту книгу. Очень интересная. Хочу вам показать, какая книга красивая. Здесь вот такой вот козац. Вот с такой красивой картой. Просто обалденный. Бумага, конечно, не такая качественная, серенькая. Но очень приятная на ощупь. Следующая моя надкушенная книга и моя любовная любовь. Это «Столпы земли». Я прочитала здесь, наверное, одну треть этой книги. Автор Кен Фолли, забыла вам напомнить. Здесь 892 страницы. Довольно-таки толстая книга. Но это не факт, что здесь 892 страницы. Здесь по факту больше, потому что шрифт очень-очень мелкий. Книга идёт, несмотря на то, что она толстая, идёт довольно быстро. Я прочитала уже одну треть. Обалденная книга. Обалденный сюжет. Очень быстро всё развивается. Здесь нет нудных, скучных сцен. Всё очень так логично, быстро. Итак, о чём эта книга. Некий каменщик Том потерял свою работу. И он вместе с супругой Агнес и с двумя детьми вынуждены искать работу. Но его мечтой является построить собор. Он грезит этой мечтой. Но, конечно же, такая работа ему не подворачивается. И он ищет всё, что угодно, лишь бы прокормить свою семью. Но, к сожалению, работы он не находит. Они вынуждены скитаться от одного города к другому, где их отовсюду выгоняют. И выясняется, что Агнес беременна третьим ребёнком. И на момент родов, когда она уже должна была рожать, они оказываются зимой в лесу. Том сам принимает роды у своей супруги. Но, к сожалению, открывается кровотечение, и его супруга Агнес умирает. Том в отчаянии, не знает, что делать. И единственный выход, который он находит, это похоронить свою супругу там же в лесу. Но прокормить своего маленького ребёнка он не может. У него нет молока. У него даже нет еды, чтобы прокормить своих взрослых детей. И поэтому он решается на отчаянный поступок и оставляет своего младенца там же в лесу. Они с детьми уходят. Но затем его, конечно, мучает совесть. И он решает возвратиться обратно. И уже не находит своего ребёнка. Они думали, что его утащили волки. Но, как выяснилось далее, они нашли разбойников. И девушка, которая там была, сказала, что она видела, как этого ребёнка забрали монахи. В дальнейшем он встречается с этим монахом, и он принимает его на работу, к нему строить собор. Но каким образом это происходит? Как это всё закручено, заверчено? Здесь очень много персонажей, которые неким образом друг с другом связаны. Очень интересный. Советую. Мне прям интересно читать этот роман и чем он закончится. Я знаю, что здесь ещё есть продолжение. Вторая, третья часть. Я прям жду не дождусь, когда я её дочитаю и закажу себе вторую книгу. Следующее моё знакомство и мой надкусыш — это «Фаворит», автор Валентин Пикуль. У меня сразу две книги, первый и второй том. Я уже начала читать первый том. И я скажу, что, наверное, я буду продолжать знакомиться с этим автором, когда я закончу «Фаворит». Я уверена, что книга очень интересная, так как очень хорошие отзывы. Эта книга рассказывает о правлении Екатерины Второй и её фаворитов. Насколько я знаю из истории, что у Екатерины Второй было очень много фаворитов, но главным её фаворитом был Потёмкин. Именно об этом в фаворите большую часть книги идёт речь. Но я сейчас прочитала только начало, о становлении Екатерины Второй, её детство, как она росла, как она стала императрицей. И также детство Потёмкина. Какое у них было сложное детство, нелёгкое. И каким образом они добьются этих вершин, будет очень интересно следить за этой историей. К сожалению, больше я пока вам не могу рассказать, так как я только начала эту книгу. Но уверена, что будет интересно. И мой пятый надкусыш, обалденная, красивая книга, это «Дневники Клеопатры», автор Маргарет Джордж. Да, Маргарет Джордж. Я прочитала уже половину книги. И хочу сказать, что довольно интересная картина складывается. Автор красиво описывает Египет, красиво описывает жизнь Клеопатры, её судьбу, её детство. Начинается, конечно, эта книга с её детства. Что у неё были две сестры, которые также одну из них звали Клеопатрой. Что у неё были братья, двоих из которых звали Птоломей. То есть они как бы на имена, у них не очень такая была богатая фантазия. В начале книги мы видим её взаимоотношения с братьями и сёстрами. С её отцом. Мамы у неё не было. Как её сёстры захватили власть. Затем как её отец свергнул своих дочерей и казнил старшую Клеопатру, которую также звали Клеопатра. И третья дочь Клеопатра заняла престол. У них было нормальным делом, когда они женились, выходили замужи своих братьев и сестёр. Это как бы считалось нормальным, чтобы не передавать власть другим людям. И опять же, для чего это делалось? Для того, чтобы никакие другие короли, никакие другие цари не приходили просить их руки. И каким же образом она избежала свою судьбу и не вышла замуж за своего брата, а стала женой Цезаря, Юлия Цезаря? Я сейчас дошла до того момента, когда она родила от него сына, которого также назвала Цезарь, Цезарион, да, его назвали, немножечко изменили. И знаете, мне интересно читать. Очень красиво автор описывает события, природу, Египет, пирамида, убранство помещений, их одежды, их манеру одеваться, их манеру есть, их манеру молиться. Каким богам они молились, всё очень подробно описано, и мне нравится повествование. Как только закончу читать первую часть, обязательно закажу вторую, так как это только первая книга. Хочу показать вам саму книгу. Листики белые. Шрифт довольно удобный, не мелкий. Такая вот классная книга.